20 дней я уже размещаю свои статьи на площадке под названием Pulse от Mail. 20 дней это достаточное время, чтобы понять, сколько Pulse платит за 1000 дочитываний. Ну, по аналогии с Дзеном. Ну, просто очень многие авторы на Яндекс.Дзене мерят свою успешность по тому, сколько денег им платят за 1000 дочитываний. Это не совсем корректный способ, но тем не менее. Я подумал, почему бы не провернуть что-то подобное на Pulse от Mail. Но на Дзене всё немножко попроще. Там есть показы в ленте и есть дочитывания. Всё, больше никаких параметров нет. На Pulse целых три параметра. Первый параметр это читатели, второй параметр это просмотры и третий параметр это клики. Ну, наверное, несложно догадаться. Читатели это уникальные посетители, которые учитываются только один раз при заходе на ваш канал. Просмотры это сколько раз просмотрели вашу статью, то есть один читатель может учитываться несколько раз. Ну и клики, соответственно, сколько раз перешли на вашу статью в ленте. То есть здесь три параметра. Давайте возьмём один. Возьмём читателей, которые посещали нас на каждый из дней. И возьмём выручку за конкретные дни. И то есть мы поделим их между собой, и у нас получится примерно, сколько нам платят за тысячу читателей. Ну, будем говорить, дочитывание читателей, неважно. Тут многие скажут, что это не совсем корректно, брать читателей и ставить их в один ряд с дочитываниями. Но на самом деле там не сильно отличается вот эта статистика между читателями и просмотрами. Но в целом я отлично понимаю, что читатели это люди, которые зашли на ваш канал, а дочитывание это действие, то есть прочитали вашу статью. Тем не менее, там не сильно разнятся цифры. В общем, это Кретов. Подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится, и мы начинаем. Изначально я хотел собрать статистику на все эти 20 дней, взять выручку за каждый из дней, как я уже сказал, поделить их между собой, и вот бы получилась вся информация. Плюс еще пульс хотел похвалить. Ну, за то, что он так хорошо и без глюков работает. Но с этим я поспешил, потому что за последние 3 дня, которые я на пульсе, статистика просто не работает. Там 3 дня по выручке, именно по выручке, и они не показываются. Вот так это происходит, здесь у нас статистика, но выручку не показывает. Я бы подумал, что у меня канал забанили, но если я перейду сейчас в посещение, то там все нормально. Ну, то есть читатели, посещение, неважно. Можно было бы подумать, что у меня рекламу сняли, но с рекламой все в порядке. То есть реклама есть в статьях, статьи крутятся, но выручку не показывают. Я спрашивал у других авторов, оказывается, у всех такая проблема, скоро должны починить. Поэтому я взял информацию не за все 20 дней, а на начальном этапе и на среднем этапе, когда не было больших перепадов. Взял информацию в пике и взял информацию в минимуме. В принципе, этого вполне достаточно, чтобы составить объективную картину о том, сколько нам платят. В целом, я сейчас зайду в личный кабинет, покажу и читателей, и выручку, а потом мы это с вами поделим. Ну, вернее, я буду делить, а вы просто увидите результат. Ну и вот у нас 7-дневный график. Если вы видите, как я говорил, у нас в пятнице нет информации минус 100%, в субботу нет информации минус 100%. И сегодня, когда я записываю этот ролик, тоже нет информации минус 100%. Информации о доходах нет. При этом, если посмотреть читателей, то есть пятница, суббота, воскресенье, то вот они есть. И пятница у нас 14 тысяч, много посещений, и суббота много посещений, и в воскресенье меньше, чем обычно. Но, тем не менее, день еще не закончился. То есть с читателями, с просмотрами, с кликами, все в порядке, а выручки нет. Но, как я сказал, можно было бы свалить все на отсутствие рекламы, но реклама здесь тоже есть на статьях. Вот, ну, поэтому эти дни мы не посчитаем, я покажу лишь отдельно некоторые дни. Для этого давайте перейдем не на 7-дневный график, а на месячный график. Здесь у нас посмотрим выручку. Вот, пролистаем информацию, и, собственно, что у нас тут? Ну, вот, первый день у нас в воскресенье 0 рублей, и вот начинается 260 рублей, 484, 378 рублей, 686. Ну, это я все, конечно, показывал уже. 180 рублей, 252 рубля, 310 рублей. Ну, и вот так вот, в таком ключе здесь было. И потом у нас вот опять 659, это вот 11 января в понедельник. И за последние дни подсчитать не удалось. Вот они последние дни, пятница, суббота, воскресенье. Что касается читателей в эти дни, давайте посмотрим. С читателями у нас тут тоже все в порядке было. 2000, в пике 8576, максималка у нас была 14425 посетителей, ну, то есть читателей. Здесь у нас тоже пик 12606, ну, и в среднем у нас было там по 8, по 7, по 6000. Минималка вот где-то 3856, но эти дни я не считаю, потому что только канал раскручивался. Сегодня информация тоже еще не посчиталась. Как я уже сказал, просмотры и читатели не сильно отличаются. Ну, допустим, вот возьмем 14425, перейдем на просмотры, посмотрим, сколько здесь было. 15000. Ну, то есть цифра отличается где-то на 800. Здесь, допустим, 13062, читатели, если перейдем, 12606. Показатель просмотров чуть-чуть выше, но это не критично. Я в итоге взял цифры по читателям за некоторые дни, не за все, ну, потому что информация и так не полная. Ну, и как бы какой смысл считать вот здесь, вот когда тут примерно одинаковые цифры шли дальше, как вот эти. Ну, и дальше делил, собственно, допустим, 686 рублей, делил на 8,5 или, скажем, вот 267 рублей, делил на 2,6, 484 на 3,3. Собственно, у меня и получалась информация, сколько платят за 1000 читателей. Давайте ее посмотрим. Ну, и, собственно, вот что мы видим. У нас до нового года была более-менее такая вот хорошая цифра, то есть 100 рублей за 1000, 146 рублей, 108, даже 80, там 31 декабря было, но после нового года все упало. То есть 47, 36, 38, 45, 41. Здесь вот на уровне примерно таком же держалось, когда выросло тут 56 рублей, ну, 39 рублей, примерно где-то 50 рублей. 50 рублей, это не прям такой огромный показатель, но, тем не менее, довольно неплохой. Хотя я думаю, что здесь примерно все работает так же, как на Дзене. Есть дорогая реклама, есть дешевая реклама, если вы пишете какие-нибудь там фильмы или что-то подобное, вам вставляют самую дешевую рекламу. То есть тема развлечений, она самая дешевая. У меня не тема развлечений, у меня там по истории статьи. И в целом за статьи по истории мне даже на Дзене примерно столько и платят. Ну, то есть на личном блоге у меня самая дорогая реклама, там где-то по 100 рублей, вот как у меня было до нового года. На канале по истории где-то по 50 рублей мне платят за 1000 дочитываний. И на канале про фильмы там вообще копейки 25-30 рублей. Это в лучшем случае, я даже канал это немножко забросил, хотя там были в последнее время довольно неплохие показатели. Но как бы, чтобы не вводить никого в заблуждение, я про Дзен это много раз говорил, я и здесь это еще раз повторюсь. Доход не зависит от количества читателей, доход не зависит от количества посещений. Просто некоторые на Дзене заходят на мои каналы или там на каналы кого-то еще и говорят, вот как ты можешь зарабатывать столько, когда мне за это платят там, не знаю, рублей 100 в день. Я знаю людей, у которых показатели меньше намного, чем у меня, и они получают по несколько тысяч в день, потому что у них просто дорогая реклама в статьях. На Дзене, чтобы больше зарабатывать, нужно улучшать качество контента, при этом стараться еще и попасть в Нирвану. Ну, чтобы вам дополнительные показы давали. Многие, конечно, в Нирване жалуются на низкий доход, но тем не менее. Я думаю, на Пульсе система ровно так же работает. Ваш доход зависит от платежеспособности вашей аудитории. Если вас читают какие-то школьники, которые интересуются компьютерными играми, вы будете получать копейки буквально. Если вас читают взрослые дяди, которые интересуются дорогими автомобилями, люксовыми часами и там, не знаю, инвестициями в долларах в иностранные компании, то вы будете получать намного больше. В общем, я думаю, система заработка на этих двух площадках вообще ничем не отличается. Ну, разве что на одной больше рекламодателей, на другой чуть меньше рекламодателей. Ну, понятное дело, что на Пульсе пока, видимо, меньше рекламодателей, но там это компенсируется и меньшей конкуренцией, и меньшим числом авторов. Чтобы попасть на Пульс, нужно получить пока что инвайт, но, возможно, в скором времени площадка будет открыта совершенно для всех, и можно будет там зарабатывать абсолютно всем. Ну, как абсолютно всем? Абсолютно всем, конечно, нельзя будет. Тем, кто там, не знаю, будет постить и нарушать какие-то правила Пульса, либо тем, кто ворует контент, либо тем, кто тяп-ляп к этому относится, скорее всего, доступ на площадку все-таки и не откроют. На Дзене это очень большая проблема. Весь Дзен забит статьями из-за разряда купил банку тушенки, показываю, что внутри. Да мы и так знаем, что внутри. Я на самом деле грешен, сам иногда такие статьи размещал, ну, потому что, блин, ну, Дзен. Это читают. Когда я пытался на канале Игоря Крятов какие-то умные статьи размещать, ну, люди не особо читали. Пришлось подстраиваться. Но на канале по истории я все-таки стараюсь держать вот этот баланс. Иногда, конечно, почу что-то желтое, иногда серьезное. Чтобы читатели и подписчики совсем с канала не уходили, я периодически вот так вот чередую, разбавляю. Серьезное, желтое, серьезное, желтое. Ну, а куда деваться? Дзен сам выстроил такие правила, плюс сейчас продолжает поощрять такую вот систему. Я искренне надеюсь, что на Пульсе такой желтушной системы не будет, что там будут все-таки отбирать как-то авторов. Ну и, соответственно, если Пульс получит статус, ну, или имидж там, как вам удобнее называть, серьезной площадки для серьезных блогеров, реклама там будет, соответственно, дороже. Если там не будет желтухи, реклама тоже будет дороже. Ну, потому что там придут платежеспособные, серьезные рекламодатели, которые за рекламу платят больше денег. Но я на Пульсе не один такой автор, даже чат есть с авторами Пульса, там десятки человек. Так вот, я не знаю, сколько им платят за рекламу. Было бы интересно, если кто-нибудь из них бы подсчитал свою статистику и написал об этом в комментариях. Ну, можно было бы сравнить. В целом же, на мой взгляд, на Пульсе сейчас статистика намного приятнее и удобнее. Это связано с тем, что на Пульсе она как бы интегрирована. Ну, то есть, что на Яндекс.Ден мы видим? Нужно переходить в метрику и там в этой метрике смотреть отдельные параметры, плюс не каждый подключает метрику. Конечно, на Яндекс.Дене сейчас добавили всякую фигню, типа позитивные реакции читателей, негативные реакции читателей. По этим полоскам мы можем смотреть дополнительную информацию, сколько человек подписались с конкретной статьи. Здесь, конечно, параметров не так много, но здесь у нас информация о заработке интегрирована сразу за конкретный какой-то день. Плюс, возможно, чем проще, тем лучше. Все-таки на Дзене параметров много, но не все ими пользуются, не все умеют ими пользоваться. А здесь как бы, ну что, CTR, количество дочитываний, заработок, ну и, собственно, все. Нет, есть, конечно, дополнительные метрики, но вы можете на них вообще не смотреть. Так что осталось дождаться, когда эту всю статистику починят. Потому что вот пока я ролик записывал, пока я его тут монтировал, ничего не поменялось. Эти три дня так и не стали показывать нормальную, адекватную статистику. Будем ждать. Починят, тогда посмотрим, как пульс себя в дальнейшем проявит. Если получится, то очень хорошо. Ну а так я желаю себе и всем остальным авторам пульса, чтобы стоимость рекламы росла, доходы росли, чтобы мы с вами зарабатывали. В общем, с вами был Кретов. До новых встреч. Подписывайтесь на мой канал, на Инстаграм. Тоже подписывайтесь. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok